Вот такая у нас сегодня солнечная погода. Слава, Славик, привет, привет, Светов. Привет. Солнышко, да, глазки? Да. Классная сегодня погода, ребят. Прохладненько, да? Сегодня на трамвай поехали. Мы поехали в детскую парикмахерскую. Да, Маринка меня сегодня пыталась вытащить на этот, как называется? Да, 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 на Ринамо. А у меня сегодня, ребят, голова с утра болела, это просто пипят. Не-не-не, я даже спал. Ну, блин, эти таблеточки я просто решил подремать. Ну, часика-полтора где-то подремал, и все хорошо стало. Да, Славик? Да. Лё, ты же его так плохо делаешь. А палки все-таки брать с собой. С ней более удобно. Ну, нет, ну, все равно с ней более удобно. Сейчас, наверное, этот ветерочек задувает в микрофон. Так что поехали мы сейчас в парикмахерскую. Ну, а завтра поедем на Динамо, если такая же погода прекрасная будет. Славик? Давай. Вот, ёк, вот. Молодец. Сейчас мы решили поехать на трвай. Славке нравится на трвай ездить. Мы даже не знаем, ребят, сколько стоит билет. Сейчас в карман посмотрели, мелочь с собой. Короче, взяли. 50 рублей в кармане, не знаю, хватит, не хватит. Да? Что расскажешь? Бибиб. Бибиб. Поедем на трвай, да? Сейчас. Моська моя. Копия, да? Ты папкина копия? Да. Да? Ну-ка глаза так откроем. Опа, вот так вот. Вот так вот, вот так вот. Вот и Рожкину маму там делают. Композируем, да? Вот наш одноглазый трамвай едет. Одноглазый? А потому что у него одна фара горит, вторая не горит. Одноглазый трамвай. Ага. Эй! 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 Да, пойдем. Сейчас. Поедем. Поедем, да? Так, давай пропустим всех. Мы же самые с тобой большие. Так, давай. Как я давно не ездил на трамвай. Давай, спасибо. Привет, спасибо. Дорогие меня. Глазки солнышко, да? Следующая. Остановка. Дворец Боза Орленок. Вот иначе твой мелочи. Я думаю, 40 рублей нужно хватить. Сколько стоит за билеты? Нам сейчас дачу сдадут, мы узнаем. Посчитаем. Не будем позориться, да? Стоимость проезда 20 рублей. Вон выйдет. А, мы нормально, да? Да. Точно. То есть мы укладываем сюда, получается? Остановка. Дворец Спорта Орленок. Слава такой, это, накупузился такой. А, так это получается несколько остановок. Даже не одна. Две. Две. Класса на трамвае? Или на машине лучше? Блин, губки бантиком то скажут и накрасишься. Я вообще сегодня не накрашу. Держи денежку крепко. Нам можно сейчас выходить. Это наша остановка? Да. Нам два детских, один взрослый. Все, нам билетик, наверное, не нужен. А, вон, какой билетик дали. Спасибо. Держи билетик. Следующая. Остановка площадь Карла Маркса. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Вот так вот. Тюх. Ну-ка, покажи билетик. Может, там счастливый попался. Давай посмотрим билетик. Билетик, маме, дай. Что, не попался счастливый? Нет. И даже встреча не попалась. Ну ладно, в карман ложи билетик себе. Скайп будет у тебя. Так, у нас там подписчица писала, что она уехала куда-то даже за границу, да, как я понял жить? Нет, она в Москве. Или где? Или в Москве? Да, в Москве. А, да, у нас подписчица писала, которая уехала в Москву жить, что она хотела бы посмотреть… Да, она жила в фирме на Парково. Да. И она хотела бы посмотреть в микрорайон Парково, как сейчас выглядит. Мы обязательно с Маришкой съездим на днях, заснимем, как этот микрорайон сейчас выглядит. То есть, ну и, в принципе, покажем. Ну, там, в принципе, за многое сегодня ничего не поменялось, да? Ну, не одна расстройка. Ну, расстройки какие-то там, да, появились. Так, а так район такой же есть, в принципе. Так, и уху, там крыши. Снег вроде как-то даже капает или падает. Непонятно. Да, ребят, это хочется огромный привет передать и спасибо Юлии из Москвы, которая нам помогла с посылкой. У нас тут с Мариной некий такой апгрейд компьютера происходит для того, чтобы видео обрабатывать быстрее и более качественно, скажем так, на компьютере. Соответственно, мы его как-то улучшаем. Короче, Саша уже поменял так части, по-моему, больше, чем на 100 тысяч. Ну, ребят, считаться в том, что это у меня друг, который собирает компьютеры, он вначале хотел все это дело поменять, но материнскую плату оставить. Но потом вышло так, что мы все поменяли, поставили все топовое железо. А материнская плата глючит, короче. Не вывозит она такие параметры. Соответственно, пришлось искать материнскую плату под сокет 1155. Но то компьютерщик сейчас понимает. И чипсот Z77. Мы перескали все абсолютно. Даже за границей искали, в Германии искали. Пытались заказать в Германии, но у них тоже была последняя и ушла буквально перед тем, как мы заказали. То есть мы вообще все обыскали. Нашли единственную материнскую плату такую. Именно на разгон гигабайт Z77 в Москве. И в Москве, получается, заказали по Москве. По Москве, да. И мы припрылили, короче, ребят. Давай искать знакомых, друзей. Да. У одного человека там не получается, у второго не получается. Ну, в общем, такая канитель, ребята. А надо было забрать. Потому что она же последняя, а нам надо. И ее нам, по-моему, на полтора дня отложили. Ну, я не мог просто от нее отказаться. Потому что мы купили за 29 тысяч этот чип. Этот Intel i7. Ну, кто и понимает, Core i7. Поэтому мне надо было бы его продавать. Представляете, его бы никто, наверное, не купил бы. Или за такую цену бы точно не купили, да. И, соответственно, надо было бы покупать новый, под новый сокет. Ну, зачем? Соответственно, мы решили на этой плате остановиться. И вот у меня у друга, который мне помогает по машине, по запчастям. Сестра живет в Москве как раз. И она вызвалась нам помочь. Спасибо ей огромное. Она сейчас, наверное, будет нас смотреть. Потому что она подписалась. Мы ей передаем большой привет и большое спасибо. Потому что она затратила свое время на то, чтобы получить эту плату. Ну, мы заперяли доставку, конечно. Ей в городе привезли сразу. И плюс она потратила свое время еще на почту. Да, да. Она так красиво собрала, ребят. Фотографии я покажу в этом видео вообще. Так, это, знаете, качественно, чтобы не сломать. Еще там какую-то рюмку наклеили, да, чтобы она не билась. Ну, почта России, ребят, это кипец какой-то. И цены, ребят. Хочется сказать, цены конские просто. Вот эта плата стоила ровно год назад. Мы посмотрели на сетелинке и тому подобное. На сайтах там висит еще старая информация. 11 тысяч стоила. Вот, представляете. Восемь, нет. Восемь это полтора года назад. Вот. Представляете, да, ребят? Сейчас она стоит 24 тысячи. 24 тысячи у нас вышло. 24 800, да? Общая сложность или сколько? Нет. 23 с половиной. 23 с половиной. Вот, ребят, я чуть не обманул. Так что вот такая ситуация. Да, Славик? Да. Скажешь, привет, привет. Привет. Привет, привет. Здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. Город большой вроде, а все равно встречаются все знакомые. Вот. Так что, ребят, очень дорого все. Хоть и у нас чиновники говорят, что цены не сильно поднялись. Очень сильно цены поднялись. Тем более на технику, на компьютерную. Это вообще ужас какие-то цены. Вот этот компьютер, который вышел у нас больше 100 тысяч. Сейчас Марина правильно сказала. Вот еще год назад вышел бы 50 тысяч. То есть не больше. Вот и считайте, ровно на половину цены поднялись. Страшное что-то. Ну вот мы, в принципе, подходим уже к парикмахерской. Мы записались по времени, да, Маришка? Угу. Так, вот это дело вот так вот выглядит. Ну кто нас смотрит, видел, что мы ребенка туда водили постригать. Ему очень нравится. Он себя чувствует там комфортно. Там с ним играет. И мы как раз записались к той женщине, которая нас постригала. Мы спросим у нее имя. И кому будет интересно, кто в Перми живет, можете смело... Это Саша, я уже знаю. Да, ее зовут Александра, да, получается? Да. Можете смело к ней записываться. Она постригает качественно. Плюс она очень хорошо за этими работает. Я так понимаю, что у нее педагогическое образование. Потому что она и общается, и все, и все, и рассказывает. Там, что хочет, и сказки расскажет. То есть, ну вот, ребенок не замечает это. Да, Славик? Да. Вот. Ну, ему нравится очень. Покажите нам дороги. Ребят, дороги у нас вот. Растаялась зима. Растаял снег. И вместе растаялся с асфальтом. У нас вообще ужас. На дорогах вообще, черт иначе, что творится. Я, конечно, могу заснять, но я думаю, никому не интересно будет. Но вот еще трактора проходят и чистят. Вот, можете посмотреть, кромку снимают. Соответственно, асфальт сразу сдергивают. И происходит вот такая канитель, что дорог-то и нету в городе. Так, ребят, вот мы дошли. Еле-еле поскользуемся. Тут вот все скользко. Там асфальта нет, вот здесь скользко. Вообще вот так вот все идет до компроса скользко. А вот это парикмахерская детская. Вот мы уже пришли. Так, выходим. Пава. Эй. Играешь? Да. Понятно. Лего? Да. Сам домик даже, да, Иосиф? Сейчас, Пава, сейчас мы тебя заснимем какой-то был и потом какой-то стал. Да. Вот так у нас вросло все. И так вот все стремим. Такой вот по машине у нас сидит. Весит, помню, в Бобе. Лизя, ты все узнаешь, да? А вы что делаете? Это долго или Лизя? Да? Ты же раньше не мог, но и Павла. Баба. Павла. Слава, смотри, мама тут у меня. Слава. Слава. Ну что, тебе нравится? Слава. Вот здесь вот так встань? Слава. Чуть-чуть подкратить, наверное. Чуть-чуть подкратить, наверное. Чуть-чуть. У нас растут. Гудляшки. Здесь тоже можно чуть-чуть снять вот чуть-чуть. Вот такой молодец ты. Герой. Да, Славик? Ты герой? Супергерой. Хе-хе-хе-хе. Понравилось, Слава? Да. Молодец. Сегодня покупаешься, и тебе будет хорошо. Давай, ручки. Давай. Вот ребята там пошли, подскальзывались. А здесь видите, вырубка идет, такая асфальта. Лень дорожникам, или коммунальщикам, получается постучать лопатками и ловниками. Они проходят на тракторе. Ну и соответственно, сами видите, асфальт превращается в кашу, которая лежит вот здесь. Это как раз куски асфальта лежат. Вот. Смотрите, сколько кусков асфальта болтается. Вот так вот все, ребята, происходит у нас. Слава бежит по лужам, а? Слава, а ты поросенок маленький. Кто это бежит по лужам? Я. Поросенок ты маленький. Маленький поросенок. По лужам специально бегает, а? Обходим. Идешь один? Ворка снегом полным ходом идет. Ну что, Слава, тебе понравилось подстригаться? Да. Нам тоже все понравилось. Подстригли быстро нас, да? Аккуратненько. Сколько по времени подстригала она? 25 минут. 25 минут, ребята. Прям вот я честно говорю, поражен. Аккуратненько. Что? И все равно, да? Прошлепать надо. Конечно, надо. Как это? Те штаны до колен. Все ручные. Нет. На то они штаны, что пулисирующие. Ладно, покиньте оденем такие. Ну, специально это, про резины. Не жалко, да? Тёп, 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 тёп. Кто это положим тут тёпает, а? Да. Что за поросёнок маленький? А? Славик? Понятно, что Славик. Папа. Папа. Папа идёт вон по чистой, как раз. Давайте пропустим. Тётеньку дали. У нас полно сходом стройки идут. Вот этот дом построен на роднике. Вот эти два дома построены на подземной речке. Выкачивали несколько лет её. Так, не выкачивали, поставили два дома. Не знаю, как они выдержат. Причём дома выше 16 этажей. Не представляю, кто там будет жить. Вот этот дом, кстати, трещит по бокам. Постоянно мы ходим. Там плитка трещит. Те дома тоже построены вроде на каком-то ручье. Короче, всё строится, строится. А здесь сама почва такая водянистая, болотистая. Я не знаю, как назвать её правильно. Под землей всякие речки, до чего ручьи проходят. Ну, так вот происходит строительство у нас. Вот, ребята, здесь раньше был, получается, как частный сектор даже. Деревянные дома всё стояли. Потом они начали гореть. Когда дамбы вот начали строить вот это. Потом домики начали по очереди гореть, 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 гореть. В итоге, ну, вот, как видите, стройка здесь появилась. Ну, прикол-то в чём? Видимо, вот с этим домом, я так понял, не договорились, да? Да, там люди живут, видите, в окошко как бы рука. Там человек что-то делает, что-то выпекает или что-ли, непонятно. В общем, вот смотрите, вокруг вот так этого застраивают. Причём у них, я так понимаю, даже это, нет воды, получается. Отопление печное. Вот, как видите, не стали, видимо, переселять. Все домики, которые тут стояли, они сгорели. Построили этот, видимо, домик. Ну, где-то сгорели, где-то снесли. Да, конечно, они все были поджжённые, нечаянно причём сгорели. Столько лет стояли, а потом это... Ну, тут, видимо, видишь, не выселили. Просто-напросто очень много прописано, может быть, я не знаю. Ну, вот прям вокруг, ребята, видите, да, получается. Вот и вот. Верху живут. Ну, там, вверху. Вот такая ситуация. О, там памятник поставили, смотри. Я даже не видел. Вон, смотри что. Ленина. Какой Ленина? Вон стоит скульптор. О, видишь? Стелла. Прикольно. Культурица. Город-то культурица. Окультуривается, да? Сладыва с пипкой. С пипкой. А разврат, да? Понятно. Это анатомия мужская, чтобы изучали. Да нет, просто поставили время на Великобританию. Классно сходить. Да, давай сходим на выставку. Наску надо взять. Что без Наски-то эти? Вот так вот мы гуляем. Что весело, да, Слава? Ой, а? Не хочет вообще идти? Слава, слава. Лишь мы катили. Мама устала. Давай, катись. Катись. Вот этот динозаврик тебе дал эту штучку? Да. Ну-ка пойдем, подойдем к нему еще. Пить хочешь? Да. Допил что уже? Давай ручку. Пойдем к этому динозаврику, подойдем, пообщаемся, да? Может еще что-нибудь даст? Машинку покажи, какую машинку мы купили. У вас 2107 с обтрачными дверками, да? Да. Да. А покажи, что тебе один динозаврик дал. Ну когда я посмотрю, что это такое? Что это? Билетик. А куда он тебя пригласил? Вип-комнату. Вип-комнату? Вип-комнату. Понятно. Да. Уважаемые покупатели, мы вас приглашаем на кассу. 23, 21, 13, 3. Ребята, это морсик клюквенный. Так что это не вредный напиток. Да, Слава? Да. Вкусно? Да, пить. А все что закончилось? Ты вставляй трубочку дальше. Еще дальше. Вот, пей. Все. Там еще чуть-чуть есть, давай. Давай. Ну-ка. Там есть еще. Вот так вот надо прямо ставить. Давай. Вот. О, пошло. О. Ого. Как будто бы крашеное. Поворачивай его. О, видели? Яблоко Марина вон убирает. Как будто бы крашеное. Вот ровно-ровно, да, такая полосочка? Да, Слава? Да. Прикольно. Необычное яблоко, да? Да. Как будто покрасили. Да. Ну да. Смотри, тут даже полосочки с другой стороны. Видишь, как покрашено? Покрашено. Ага. Вот все. Прикольно. Баба. 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 Ладно, давай маме. Маме, 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 маме. Поехать, пацаны. 119. Слава, хочешь такой? Слава на девочку сможет. Да. О, это мы любим хлебушек. Держи. Это хлебушек мы любим такой. Ням-ням. Нарезку возьмем белый или черный? Слава. Морельный. Тебе? Нарезку я. Нет. Не, не, не. Ударить? Слава? Ударить? 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 Да. Ударить? Ударить? Малорийный. Рф-рф-рф. Книжки, книжки спят, одеяло и подушки ждут, ребят. Тёпи, тёпи, ну давайте быстрее уже, чё вы как эти-то идёте, а? Тебя снять? Привет, привет! Сашка у нас вдруг, сейчас приехал, ему нужна была, это, шуруповерк нужен был? Он ремонт затеял у себя и отдал. Дя, дядя, дядя! Тебя за руку взять хочет? Тебя! Меня? Ну ладно, давай, ты меня больше пинать не будешь? Нет? Ну ладно, давай. А у нас Настюшка идёт, красотулька! Моя женщина! Короче, ребята, мы пошли в парк бабочек, думали, решали, хотели ходить в парк Лего или как он там, городок Лего? Лего-город! Лего-город, но всё-таки решили в парк бабочек. Та-та-та-та-та! Погода у нас такая сегодня, плюсовая, 2 градуса. Но всё равно как-то так мерзко, прохладно, сыро. У меня по телефону один показывал градус. У тебя один, у меня два. Ну, ребят, с такими темпами мы до утра не дойдём. Так, это что такое? Поднимай его давай, сейчас сырой будет. Славик, пошли в парк. Там что-нибудь купим. Ты, козочка, прибежала, что ли? Лошадка моя. Лошадка моя. Слава лошадь. Эй! Эй! Слава! Так, вот мы пришли в мир бабочек. Ну, сейчас поднимемся. Марина тут что-то бельё смотрит. Слава, пошли. Этот не работает. Экскалатор, да? Да. Наверх. Последний этаж, получается, нам надо по лестницам вот так вот пробежаться. Что мы сейчас и сделаем. Посмотрим. Бабочек. Там летучие мыши, да, есть, Настюш? Там летучие ушки. Ну, последний раз, когда была там белья. О, какая бабочка. Смотри, там рисунков сколько бабочек. О, там даже очередь. Папа. О, давай я тебя сфотографирую. А что это поверни? Какая бабочка? Да какая маленькая бабочка. Да. 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 Эй, детки. Детки. Слава, Настя. Эй. Приятный. Эй, детки. Субтитры подогнал «Симон» Корректор А.Кулакова 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 Нет, это писачи черепахи пахнут Я знаю Злые, да? Да Вы тут что подсматриваете, да? Тут происходит плюс 18 Точно облизывает, ухаживает Ребята, я сейчас тоже буду за женой ухаживать У меня приют брачный А я буду это Жрать, да? Идите жрать Дети сами по себе занимаются Отец ухаживает за мамой Сейчас близняка в кустики Сейчас мы, ребята, снимаемся напротив Слава, Адишта Напротив копия сапиенс Отойдите Давайте сфотографируемся Слава Пока я так сделаю класс Класс, да? Можно не кинуть морковку? А, спросите Можно кормить их? Девочек я, в смысле, вот этих Копия сапиенс Копия сапиенс Копия сапиенс Да, все классно, ребят Ну, потел Весь сырой был, вообще весь Сейчас обсушился, спину обсушился Футболочку подсушил Сейчас поможем быстренько И побежим домой, чтобы не простыть Так, ну что? Ребенок Вячеслав Подпрыгивающий Оказывается, что устал больше всех Ну что, как у вас впечатления? Тебе понравилось? Понравилось? Знаешь, что тебе понравилось? Да, ребят Понравилось, действительно, недорого Смотрите по деньгам Так, как у вас есть Как у вас есть Ребят, все хорошо Все прям отлично Но, сырые вышли оттуда Вообще просто все Потому что там Там влажность очень большая Потому что бабочки должны жить Да, и, соответственно Русская спекалка Я быстренько убежал У меня вообще просто весь сырой был У меня маленькая отказалась Я пошел, посушился Просто был сырой Встал под этот, как он одевается Сушильник, наверное Посушился, футболку посушил Кофту посушил Сам высох, высушился Как бы это Если мне кажется Кто-то бы зашел в это время В туалет Гириля будет Стоит Мужик полуголый Сушится Вот это штука Ну ладно, ребят Всем пока В общем, вот так вот Мы отдохнули вместе с вами Пока Скажи всем пока Пока На руки хочет Настя Хватит дулить два сока в одного Один Пока Да Видит такая, да? Скортик Разрешен Снимай Блин А перевести? Да Нужно и закончим Вроде гней Все Слава, а Сделай как было Слава, вот так и делай Ручкой на ручкой как было Увидел, что его снимают и все Это ты так папу любишь? Это мы уставшие идем домой Уставшие идем домой Это у нас в Славе Матю, как мы папу то любим Я тоже тебя люблю Настя, я уходу вместе с тобой Поехали